Всем привет, с вами Олеся Архибис и сегодня у нас видео о бизере точнее я навожу порядки у себя в хозяйстве во время этих праздничных выходных пользуясь случаем 3 дня выходных и я вообще вот в своей рабочей комнате решила навести порядки после этих сумасшедших подготовительных к празднику месяцев ноябрь и декабрь когда много очень заказывали наборов с бисером сам бисер мы редко так продаем практически не продаем вы уже знаете кто давно следит за моей деятельностью так вот и в этот период у нас бисер закупался как попало в каком плане закупали знаете главное чтобы он был а уже потеряли даже какой то подсчет какой есть бисер какого нет вот смотрите 90-0-70 и маленький или большой потом заглянула в ящик смотрю думаю вот это же решила порядки и тут еще есть и тут еще есть ну он конечно не пропадет этот бисер да ну а вообще у меня бисер хранится вот вот такой стена бисера у нас вот такая вот ой сейчас дойду подальше вот сейчас издалека вам попробую показать здесь около тысячи артикулов бисера такие вот мне муж поделал ячейки в каждую ячейку влазит не больше чем 600 грамм бисера ну где-то 500-600 да вот и вот так эти ячейки пронумерованы какие-то заканчиваются потом докупаем какие-то пустуют бывает в общем двигаются туда-сюда ячейки о у меня бисер этот закончился не это где-то у меня мои девочки его всунули у меня этот номер всегда есть это вот так вот я навожу порядки сейчас потому что у меня же еще помощницы есть которые мне помогают а я после них потом потом распределяю что куда они мне напомогали вот ну дело такое я-то как мне на днях сказала наша вышивальщица говорит как ты как ты этот бисер знаешь я говорю я с ним знакома в лицо как ты говорит его запоминаешь я говорю я с ним знакома в лицо знаю его на ты вот то есть каждый артикул я знаю я знаю что у меня есть что у меня должно быть в наличии чего у меня нету в наличии ну как правило знаю хотя конечно когда девчонки фасуют бисер то они мне уже записывают что заканчивается уже как-то так не всегда конечно я могу отследить но как правило все ходовые я знаю что я закупаю да так вот пока нет у моих девочек пока они у меня выходные эти праздники я навожу себя тут своем хозяйстве порядке решила же перебрать что мы тут на закупали как попало знаете закупали то есть каком плане как попало берем главное чтобы он был а там уже ничего скажем так и все в ящиках по перемешивалась все под перекувыркалах в общем надо это все рассортировать уже это все равно разложила да видите по цветам по номерам посортировала так как я уже посортировала то конечно же пользуясь случаем я вам здесь сейчас мы детально с вами все номера пройдемся я сейчас знаете как сгруппирую по цветам и по цветам будем не все подряд рассматривать а по цветовой палитре как когда-то я это делала ну естественно покажу может какие-то такие как как говорится сейчас можно модно говорить лайфхаки ко мне периодически еще будут детвора моя подбегать вот так что может будут отвлекать все поехали и начинаем с вами зеленых так вот я сгруппировала их зеленые там горчичные оливковые и давайте рассматривать значит блестящий 67 57 извините 060 потом чуть-чуть светлее 57 120 еще светлее такое светло-зеленые 57 100 с блестящей серединкой дальше давайте попутно еще покажу значит после 57 100 у нас еще светлее есть 57 430 и 57 220 а еще светлее уже взор гелях это 78 154 и самый бредный 78 они до 78 154 78 254 и еще зелененькие но не чуть-чуть так отличается видите если вот этот 54 он такой желтизной до до 61 он больше как зеленая трава он сильно блестит здесь тяжело не совсем улавливаете до цвет возможно 78 161 и вообще бледный 78 261 дальше идем это у нас 56 430 покрытие глазурь у нас серия вот она у нас вся эта серия с покрытие глазурь и 56 430 где-то вот такой средненький да темнее есть дальше значит смотрите 50 220 это у нас отсюда вот самая темная здесь у нас стекло лежит но еще темнее это 50 150 вот из этой серии 50 150 такой темная вот этот 50 290 это больше как болотно дальше за ним идет 50 120 есть еще сейчас 50 600 50 620 50 620 но у меня он как-то не прижился я не вижу в нем такой какой-то необходимости он между 50 120 и 50 060 сейчас я его вам не могу к сожалению показать вот нету его под рукой не вижу смысла его скажем так покупать и дело в том что он как дороговатый тут номер не могу сказать прямо сильно дорогой ну чуть-чуть дороговая дороже чем вот эти не вижу в нем смысла дальше светло-зеленые у нас или как салатовый 50 220 смотрите вот это стекло а вот это 50 220 только матовый давайте я вам поближе их покажу вот у нас стекло и вот у нас сматывает а давайте же я вам вот эти вот покажу еще вот так я вам не показала а вот этот посветлее и кстати глазурь покажу тоже 56 430 вот и сюда я еще рядышком положила но два шестьсот пятьдесят четыре алебастер вот их тоже можно как-то если при необходимости соединять до из одной палитры вы тоже надо смотреть так чтобы они не сливались это если вам нужна какая-то рельефность вот как раз хорошо будет соединять их дальше дальше здесь у меня лежит это жемчуг 58 310 натуральный 0 3154 дальше натуральный 53240 сфокусировала и рядышком я еще положила сюда вот неплохие переходы это 02661 это алебастер зольгель он относительно новый да ну не могу прямо сказать новый-новый но сравнительно недавно начал поступать на территорию украины вот и сюда я сложила в эту кучку еще 38 357 вы знаете вот порвуста вышиванка когда этот номер указывает они же еще описание цвету дают да там какой там прокрашенный цветом и вот они называют этот цвет вялый зеленый вялый вот мне так это прилепилось название зеленый вялый я когда его вижу всегда вспоминаю зеленый вялый он еще есть 38 359 и 659 он такой потемнее будет вот смотрите я вам сравнение 38 357 вот мы его только что видели да и дальше уже идет 38 359 и 659 только 38 600 она идет покрытием глазури по серия вот что здесь у нас дальше так это мы посмотрели дальше это уже такие как это назвать оливковые да оливковые оливковые 01 653 и смотрите 01 153 а еще светлее есть вот видите они такие чуть-чуть темнее а еще светлее есть 01 253 вот сейчас я вам его покажу 01 253 он еще светлее будет но если вам совсем совсем светлый надо то можно и семьдесят восьмой серии брать но не правда так пестрят они мне не нравится бывало делала подборы ставила семьдесят восьмую серию и как-то прям аж вырви глаз ну мне не нравится так дальше девочки вот кстати тоже из семьдесят восьмой серии но это уже темный зонки видите семьдесят восемь шестьсот так вот тоже вялый такой да скажем так зеленый вялый оливковый не знаю как его называть правильно этот цвет такой как грязный грязно-зеленый редко конечно такие цвета используются но я всегда беру их чтобы пакетик 2 были потому что бывает все таки нужно потом вот такой вот хороший у нас оливковый бледный этот номер кстати совсем недавно начал опять поступать в украину долгое время он не приезжал в украину у нас вообще обычно есть 0 сейчас я вам покажу всегда стандартно есть 01 151 да вот а вот этот вот 01 251 он будет светлее видите вот а вот это вот уже из новых артикулов относительно новые уже заехали они в украину 01 651 вообще вот эта серия 01 600 в россии было уже полтора года назад как заехала к нам в украину поставщики немного позже завезли да то же самое касается и вот этой вот серии 78 600 ну а дальше может цвет последние две цифры меняется цвет это вся серия уже года полтора или два есть в россии поступает то есть это не новые артикулы для нас для украины это новые артикулы они только-только вот недавно заехали к нам на территорию вот так это есть почему-то бывает пишут эксклюзивные номера не знаю почему это пишут эксклюзивные ну как бы чехи их изготавливать чем здесь эксклюзив то есть они изготавливают как вот этот артикул как вот этот как вот этот ну то есть как у какого-то эксклюзива нету просто другой вопрос наши поставщики везут не везут если долго не везут то потом уже начинают называют эти номера эксклюзивом вот этот это так мое размышление немножко даже я положила это уже больше такие горчичные до 66 209 очень фокусирую это травертин он у нас уже года два как гуляет по украине потом сравнительно недавно поступил несколько месяцев назад это 16 784 вот кстати девчонки если необходим перехода и вот здесь вот я вам сразу переходе вот эти покажу вот если вам надо как-то их группировать будет чтобы вы понимали это такие горчичные такие проблемные цвета которых не сильно много в прессеозе но вот этот номер очень хорошо даже выручает вот вот этот темный совсем недавно приехала я прям обрадовалась когда он поступила сразу же себе прикупила и он у меня уже активно наборах работает дальше у меня идут на очереди красные бордовые розовые и немножко тут желтых таких персиковых да дальше дойдем ну давайте начнем вот с этого артикула сравнительно недавно эта серия начала поступать на территорию украины это у нас керамика жемчужным покрытием дальше идет еще это все зольгеле потом зольгеле идет алебастор жемчужным покрытием и и прозрачные с покрытием глазурь они все начинаются на шестерку да а потом дальше допустим 3 это керамика 2 это алебастор 2 2 и единичка 2 идет это значит прозрачный такое у них отличие вот этот артикул у меня уже прижился я его уже беру в работу активненько ну и тут же рядышком можно еще положить вот этот вот алебастор да этот алебастор он сравнительно из новых не совсем новый не такой относительно но ему уже где-то с полгода не наверное уже год как он на украине и тоже вот этот вот зольгель тоже самое они как-то одновременно эти два артикула поступили так вот этот вот я сочетаю вместе с 90 070 смотрите 01 691 это два стекла видите два стекла и вот как раз вот этот у нас как она идет а дальше красный еще частенько бывает соединяет на раньше так когда вот этого еще не было часто предлагали 90 050 потом 90 070 но дело в том что я бы не сказал что это алый он больше морковный он с оранжевым оттенком и вот у нас 90 070 потемнее уже идет 90 090 мы его знаем из самой темной серии сейчас где у меня тут карта под рукой летит лежит это 90 120 на это это серии которые вы знаете там часто используется потом дальше 97 070 это стекло идет по типу вот этой вот серии да вот но уже все серебряная серединка так дальше но тут у меня лежат вот эти те что я вам только что показала видите очень активно я закупаю очень много они у меня такие востребованы эти артикулы то которые вот здесь показывала потом дальше относительно новый вот в двадцатом году в украине появился вот этот номер нежно такой розовый сиреневый я бы сказала там такой бледный бледный очень хороший артикул у меня он уже прижился он еще есть вот вторая четверка это значит что у него еле еле такое радужное покрытие я вообще больше люблю вот с таким нежным радужным покрытием а если восьмерка здесь 2 будет 7 а дальше 8 это значит просто жемчужная будет но жемчуг мне он как-то пестрит а если тройка будет после семерки это простая керамика тоже полезный хороший цвет и он чуть-чуть дешевле идет но скажем так не дешевые артикулы я вам сразу скажу они такие немножко дешевле чем люкс номера кстати девочки у меня на канале есть видео кто еще не знает есть видео как вот эти люкс номера в каких случаях можно менять точнее где я предлагаю что можно заменить а что лучше не менять да это вот это вот серия люстер-эд люкс номера они дорогие эти артикулы и не все могут их приобрести не все поставщики но в украину поставщики все завозят их но не все продавцы к примеру их покупают да потому что они берут на продажу потому что они дороговаты в россии я знаю что с люстер-эдами вообще целая проблема может с какими-то отдельными ничего нормально но мне часто часто русские рукодельницы пишут где их можно найти где такой такой но вся весь вот этот люстер-эд в украине есть в продаже черивна мыть всегда завозят все эти артикулы вот ну и что касается вот этого он немножко дешевле чем люстер-эд и еще начала говорить по моему отвлеклась у меня на канале а сказала я уже есть видео я вам оставлю конечной заставкой и под в описании под видео и в подсказке ссылочки на это видео если интересно переходите посмотрите и еще у меня есть видео как переводить вдв артикулы в чешские дату чешский это оригинальные артикулы а втв уже себе там переименовывают и вот у кого есть сложности трудности у меня есть видео я вам оставлю ссылочку на него тоже перейдите посмотрите так дальше 17 398 это у нас жемчуг алебастер жемчужный давайте поближе я вам его сфокусирую так он очень ходовой потом смотрите вообще обожаю вот этот артикул 80 998 стекло стекло и внутренне такой розовый прокрас вот у меня когда идут какие-то розовые именно розовые не алые цвета а розовые переходы в красный вот я их как раз хорошо соединяю вот за счет вот этого артикула переношу потом вот так вот допустим здесь у меня это какие-то розовые да ну это так условно и вот вот этим артикулам я перевожу их в красные мне очень нравится я уже уже вижу отшивы у девочек и понимаю что это как раз правильно такое сочетание так дальше потом значит что у нас так что имейте ввиду вот 38 194 у нас такой ледненький розовый слегка грязноватый такой оттеночек и дальше за ним из одной серии идет 38 196 вот девочки если надо переходы и потом дальше 38 198 сейчас поищу вам покажу вот они у нас переходы 38 194 196 198 если интересно так живые карты бисера смотрите на нашем сайте готовим мы новинку серийную карту она у нас готовится девочки я планирую очень жду что в конце января мы уже запустим их в отшив так ну а палитровые карты можете заказывать они это карты в которых бисер расформирован по цветам и по сериям вот это вот например у нас серийная есть по сериям сформирован так идем дальше значит так 88 130 это у нас жемчуг желтенький но камера его как-то более светлее передает он чуть-чуть темнее в живую и алебастер на 17 386 они как-то вот камера передает они прям сливаются но вот этот все таки чуть чуть теплее он темнее вот потом дальше это у нас зольгель смотрите из вот этой вот цель это все вот одна серия вот вот такой вот очень хороший я бы сказала морковный я его в тыквы начала пускать этот артикул еще пока жду отшивы но я думаю что будет очень хорошо должен быть он как раз такой тыквенный оттенок да но вообще у меня этот цвет уже прижился все я его уже активно себе заказываю дальше этот артикул у меня крайне редко используется 08 288 это кстати не стойкий цвет чтобы вы имели ввиду он моментально линяет когда только под воду сразу он то есть он пропадает цвет его нету вот остается один блеск и все этот артикул я его себе так беру просто чтобы немножко было потому что в каких-то случаях он нужен либо производители допустим указывают его в ключе где-то да но сумки вышиванки это вообще девочки его использовать нельзя сразу вам скажу видите они рядышком так лежат я их положила так 17 189 видите один только пакетик у меня беру где-то крайних случаях использую он тоже не стойкий этот артикул моментально выгорает он и моментально под водой линяет может даже вам покрасить ткань вот имейте ввиду но его часто используют у себя vdv своих схемах потом кто-то еще я уже не помню но vdv очень часто в общем я его так беру по мере необходимости чуть по чуть-чуть я если что беру 17 389 больше дальше 90 300 этот артикул вам я думаю всем привычный это у нас оранжевое стекло я вообще девочки люблю стекло и люблю алебастры поэтому у меня во взорах керамику вы мало увидите я ее не очень конечно использую но не так активно как допустим вот этим так все дальше следующие серенький наверно буду в общем следующий сейчас буду выкладывать вот потеряшки 2 мариновые 08 225 это не стойкий девочки артикул под воду сразу меняет не касается то же самое вот этого это из одной серии только цвета вот имейте ввиду но этот артикул частенько ставит ла артист втв поэтому в работе ну а вот этот артикул очень хорошо у меня уже прижился использую хорошо его часто он стойкий вот и работаем дальше потом здесь я синие такие волошковые вон чуть-чуть фиолетовых выложила и морская волна только один артикул поэтому здесь вам показываю скажем так сюда в эту группу пристроила 67 210 этот артикул сравнительно недавно появился на территории украины ну вот с лета наверное он у нас в конце лета кажется поступил это матовый артикул он у меня прижился это матовый а есть еще не матовый просто стекло серебряной серединкой оба этих артикула у меня очень хорошо прижились моих наборов вы можете встретить очень часто и густо так дальше у нас голубые 38 132 прокрашенный голубой видите 67010 матовые но вообще я матовые очень 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 чем мне нравится матовые серебряная серединка нужен блеск да если поставишь просто стекло с серебряной серединкой сильный блеск дает благодаря матовости матовости он такой приглушенный и бархатный эффект бархата дает вот это очень хорошо так дальше 67 300 смотрите он с квадратной серединкой вот это 29 это значит квадратная серединка вот примеру 19 это круглая серединка 29 квадратная я вообще квадратную серединку не очень люблю но вот от одного из поставщиков пришел этот бисер заказывала 67 300 и положили там к сожалению у того поставщика не было возможности выбрать квадратная круглая серединка то есть поставщик не указывает просто номер артикул и все вот чем мне нравится в черивной мыть и делать заказы я в общем кстати да давайте вопрос затронем где закупаю бисер потому что этот вопрос очень часто не задают и отвечаю в который раз что основной мой поставщик бисера это черивна мыть но девочки многие смотрят меня как розничные покупатели хотя и также продавцы до которые тоже закупают бисер оптом или рукодельницы которые там небольшими какими-то партиями закупают бисер так вот в черивной мыть и для меня самый самый удобный вариант они привозят большой ассортимент бисера вот что касается примеру круглая квадратная серединка я в прайсе у них выбираю сама могу выбрать либо с круглой серединка я беру либо с квадратной то есть повод этому артикулу просматриваю и это мне очень нравится да в том случае то есть у черивной мыть и я могу выбрать у других поставщиков к сожалению но в dv тоже я еще могу выбрать всех остальных поставщиков но сколько я не просматривала у нас в украине сожалению с этим проблема то есть они в прайсе не указ не все указывают квадратная круглая и уже просто складывают то что у них есть на складе а я все таки люблю круглую серединку потом относительно очередной мытью большинстве случаев я у них беру вот такие вот пол килограммовые упаковки мне они удобны в каком плане девочки когда я получаю бисер ну ко мне приезжает там 20-30 килограмм бисера да вот эти упаковки первое они самые надежные потому что когда едет бисер вот в таких упаковках они ломкие и очень часто много ну в общем как правило 1 2 3 пакетика надрываются рассыпается бисер а если я еще заказала всего лишь одну упаковочку вот мне нужен только одна упаковка да и очень печально когда именно эта упаковка и разорвалась знаете очень как-то неприятно только что касается вот этих упаковок они мягкие более эластичные дам и они как правило всегда приезжают целые ими все нормально потом конечно же цена девочки пол килограмма и 50 граммовки цена отличается если у всех других поставщиков по украине у них одна цена идет неважно вы берете в упаковке пол килограмма или 50 грамм да то очередное мытья тут цена разная пол килограмма дешевле стоит чем вот эти упаковки но мне не так это как конечно приятно то что дешевле да но там не намного там копейки на самом деле то есть существенное какое-то там отличие в цене нету там буквально может копеек 50 да то есть это мелочи написать на 50 граммах что мне еще удобно когда мы складываем сейчас я вам покажу вот смотрите но под рукой лежит это у меня как раз набор я девочки положила придет сразу с утра будет складывать да ну в понедельник уже значит смотрите как у нас хранится бисер мы выкладываем в один зиповский пакет у нас такие слайдеры и внутри еще лежат еще упаковки вот это к примеру с 500 граммового до высыпается и туда же и маленький и вот эти когда мы высыпаем вот этот мягкий пакет он удобно там лежит хорошо да когда мы вкладываем туда вот эти вот 50 граммовки они очень часто нам режут пакеты и пакеты часто просто но изнашивается вы скажете можете сразу разрезать их да и высыпать ну допустим рассыпать не не хранить в этих твердых упаковках но на это девочки надо время время у нас как говорится деньги то есть для этого мне нужно сидеть человека допустим поступил к нам бисер я должна выделить человека который будет сидеть это делать но мне это не не выгодно даже скажем тогда удобно поэтому я в большинстве случаев все-таки стараюсь брать 500 граммовых то есть мы уже сколько вот работаем сделал для себя вывод что это самый самый удобный для нас тара да скажем так это 500 граммовые вот эти вот мягкие упаковки но конечно не все поставщики если касается черевной мытью то я на автомате сразу набираю по пол килограмма упаковки да вот к примеру вот это вот бывает такое что мне надо всего лишь там 12 пакетика в этом случае конечно я беру парочку таких пакетиков и они у нас лежат отдельно даже без больших да вот ну и опять же не у всех поставщиков есть такие мягкие упаковки то есть кто-то в чеке сразу закупают вот таких упаковках дальше продает почему я беру не только вчера 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 и вчера и мыть это основной поставщик ну скажем так процента 80 я закупаю потом 2 у меня поставщик на втором месте это вдв вдв я беру ну так там матовые частенько беру и так как я у них с кем и закупаю конечно и покупаю что-нибудь по бисеру того что нету в черевной мытью дальше у нас есть поставщики в украине которые привозят помимо вот этих стандартных что везет черевно мыть черевно мыть везет стандартные такие артикулы да большой ассортимент стандартных а есть поставщики которые просто довозят еще какие-нибудь интересные новые артикулы завозят и естественно я это все высматриваю выглядываю если я увидела у какого-то из поставщиков несколько новых артикулов естественно я у него закупаю ну и чтоб посылку там из килограмма двух туда-сюда не гонять еще чего-нибудь сразу туда докупаю да что-нибудь там интересненькое может вот и соответственно поэтому приезжает у меня бисер и в таких и в таких упаковках но самое основное для меня самое удобное оптимальное это вот эти упаковки в черевно мыть самый основной поставщик черевно мыть так но как по-моему наболтала идем дальше значит это мы посмотрели смотрите 67 60 точнее 300 до стекло вот 60 300 и рядышком с ним положила я 67 300 то есть это скажем так из одной линейки только у них разница то есть и то и то стекло только это простое стекло а здесь в стекло добавляется внутренняя серебряная серединка вот так вот давайте поближе вам фокусирую вот этот у нас получается благодаря серебряной серединке светлее идем дальше здесь у нас жемчуг я часто говорю что не люблю я жемчуг но вот именно вот эти вот голубые я использую очень активно вот этот 68080 я просто в него влюблено мне настолько нравится дальше смотрите 30 050 это у нас простое стекло поближе сейчас фокусируем и вот рядышком положила 36 030 это уже стекло с покрытием глазу глазу глазурь глазурь делает немного светлее если мы возьмем 30 не 36 шестерка это значит покрытие глазурь если мы возьмем 30 с нулем да он все равно будет немножко темнее чем вот эта глазурь глазурь дает немножко такой светлый оттеночек и дальше 01 632 морская волна 01 132 морская волна грязная морская волна они не очень активно используются эти артикулы нужны где-то море вот туда как раз очень даже они нужны так дальше это у нас из новых артикулов но относительно новые не совсем прямо много из таких но в двадцатом году этот артикул появился в украине нежно-фиолетовый как видите жемчужным покрытием жемчуг с радужным покрытием если вот я перед этим вам показывала 7 розовый 74 он начинается и уже спрятала тоже из той же серии получается здесь у нас 2 четверка это радужное покрытие здесь если восьмерка 2 будет это значит жемчуг просто и если 2 будет тройка значит это простая керамика и здесь рядышком у меня еще фиолетовый лежит я где-то с месяц назад взяла пол килограмма и напутала и совсем вот сейчас опять взяла пол килограмма хотя тепло килограмма еще пока не использовались но этот бисер у меня не пропадет хорошо используется активно в наборах темно-фиолетовый такой актуальный алебастер очень полезный может как раз удобно будет какие-то переходы делать дальше у нас ну давайте начнем с черного 20 980 вот разбираюсь смотрю блин как мало у меня этого бисера какое-то время какое-то время перебудем и там уже будем делать закупку в черевной мыти то есть я его сразу в черевной мыти беру большими упаковками там килограмма полтора-два на автомате и вот чуть-чуть совсем взяла вот этого матового он у меня очень активно расходуется но тоже я его всегда много беру значит смотрите это два артикула одних артикула только здесь у нас покрытие керамика а здесь матовое покрытие видите разница так что тут идем дальше серебряный да такое вот стальной я бы сказала бы вот 18 942 у него покрытие сейчас поближе так сфокусирую тертое покрытие но это не матовые артикулы это просто тертое покрытие дальше у нас жемчуг активно очень используется 48 020 вот 37 342 тоже очень активно если вот эти артикулы я закупаю в черевной мыть и я всегда на автомате беру полкилограммовые упаковки вот потом дальше 38 349 прокрашенный такой черный прямо на эффект серого мокрого асфальта дает а дальше 38 949 это у нас тут получается жемчужный прокрас внутри сейчас попробую его жемчужный прокрас так вот этот это у нас травертин он серый каким-то отливом я его у себя в наборах точнее в своих подборах я его использую но его указывает колярова у себя в ключе поэтому я его беру 47 010 этот номер многие из вас знают стекло с блестящей серединкой дальше 78 102 видите вот его все по чуть-чуть эти артикулы вот эти вот все они очень ходовые но так как я брала не в черевной мыть и я взяла по чуть-чуть для того чтобы просто дождаться закупки уже в черевной мыть и после праздников так 78 102 с блестящей серединкой стекло мы его знаем 46 102 это у нас жемчуг белый и ему еще в пару идет 46 205 вот 46 205 я больше дальше 58 205 обожаю просто этот артикул смотрите его вот в небо в воду хрусталь кстати девочки тоже в хрусталь видите у него такое слегка радужное покрытие получается прозрачное радужное покрытие и вот он такие интересные переливы дает 57 205 алебастор у нас радужные очень просто очень люблю этот артикул снег он у меня часто идет 38 102 это у нас прокрашенный я его вообще не люблю девочки не люблю я его но использовать нужно его в каких-то случаях он очень фух и последний заход неужели я навела почти навела порядке значит вот этот я не вытащила забыла это 40 на 10 серый только что мы серенький с вами проходили я там оказалось темно-зеленый не все вам вытащила ну да ладно так дальше значит это у нас коричневые и бежевые давайте мы детально пройдем 10 140 это самый темный коричневый который есть стекле у нас вот за ним идет 10 110 это из одной линейки из одной серии 10 090 10 070 и еще есть 10 050 у меня здесь на данный момент его нету и самый светлый в этой серии это 10 я еще положила 16 050 это в общем то также повторяется эта серия но единственное что здесь покрытие глазурь вот эта вторая шестерка об этом говорит что это покрытие глазурь этот артикул у меня часто используется в работе так дальше идем смотрите и вот как раз из вот этой серии 16 050 16 020 видите покрытие глазурь если мы берем 16 на 20 и 10 на 20 то за счет вот этого покрытия глазурь 16 20 смотрится светлее это так вот имейте ввиду если вам нужно и сейчас я вам еще хочу показать один номер в парке вот смотрите вот это 16 020 16 050 до которые я вам показала а вот здесь у нас есть из другой серии кристалл кристально да с внутренним прокрасом он такой этот внутренний прокрас он особо не виден вот но я вот этот 48 013 использую если мне нужно светлее что-то чем 16 020 я беру 48 013 это в том случае если мне нужно как раз стекло где-то вот высветлить да я вот этот вот беру а вот 48 015 они очень похожи 16 на 20 то есть их если что можно взаимозаменять то же самое касается и 16 050 и 48 018 вот их между собой они немного по структуре отличаются в каком плане если вот эта серия у нас прокрасом внутренним да а здесь прокраса нету но вместе с тем эффект приблизительно такой же превышите получается это такой себе маленький лайфхак от меня так дальше идем значит что здесь это я вам показала значит это у нас уже матовый еще матовый 10 090 вот смотрите сюда идем мы 10 090 матовый и 10 090 стекло и давайте я рядышком положила увидели как они отличаются между собой то есть матовый светлее дает эффект но вообще сочетание матового и стекла мне очень нравится потому что когда я беру постоянно ну как бы где-то в какой-то рисунок много матового на мой взгляд кажется вроде бы как грязноватый какой-то такой получается в целом работа да а когда перемешиваешь со стеклом более так мягче так дальше и вот у нас здесь 10 020 10 020 здесь у нас стекло здесь у нас матовый давайте я вам поближе покажу стекло и матовый видите как они отличаются то есть вот этот если вам нужно где-то тоже высветить в каких-то случаях и выделить объем вы можете сначала светлее оставить 10 020 матовый а за ним стекло но это в том случае если вам нужен как раз объемчик на этом месте так дальше значит это я вам показала 11 070 это значит смотрите опять же эта серия повторяет вот эту классическую стекло где у меня вот она под рукой то есть вот это у нас классическая серия а вот эти все они уже повторяют вот эту классическую где-то у нас тут еще с блестящей серединкой вот это же да тоже дальше идет с блестящей серединкой и радужные с блестящей серединкой так далее вот так вот вот этот у нас номер получается 2 единица это значит что покрытие радужная будет вот у нас вся эта серия с радужно видите вторая единица идет и до конца такой золотой эффект я сказала бы получается тоже часто я использую этот артикул вот это вот серия но здесь пока что только один номер а мне вот он у нас 19 020 еще старенький этот артикул а к нему уже вышли 19 050 19 070 19 090 они также темнее 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 у них бронзовая внутри серединка правильно бронзовая или нет постоянно бронзовая да вот и такой эффект уже более рыжий да дают я очень активно этот эти артикулы из этой серии использую в иконы сочетаю вместе с вот этой вот 17 серии в соединение делаю пересекаю с вот этими и очень даже так смотрится так дальше самое светлое у меня вот этот лежит из бежевых 46 12 это у нас жемчуг это конечно только один номер из этой серии и там побольше сейчас как раз кремовый вам покажу вот они это одна серия так дальше и здесь у меня остались два зольгеля стекла вот этот у нас 213 вообще вот эти два артикула они давненько не поступали в украину а вот сравнительно недавно опять начали вообще вот эта серия 01200 она поступает постоянно только там где-то в десяти артикулах и сюда у нас постоянно всегда есть допустим 01 292 01 291 01 281 01 241 вот эти артикулы 01 232 вот он тоже постоянно всегда есть в украине а все остальные так периодически то поступают они поступают ну то есть поставщики уже смотрят на свое усмотрение брать их не брать потому что завести все невозможно понимаете а тоже все таки поставщики смотрят на то что больше продаваем вот сейчас как раз они приехали поступили это у нас такой бежевый он с каким-то таким сливовым оттеночком да вот я вам поближе его сфокусирую вот нежные то есть это все светленький и вот такой вот у нас бежевые 01 211 вот совсем совсем светленький но если я вам рядышком здесь положу вот этой серии то эта серия у нас больше такая медовая идет дам медовая песочная а вот здесь больше такое больше к телесным да таким оттенком вот эта серия ну и в общем то все разложила я уже бисер навела у себя порядок под своим ячейкам все поскладывала а вот этот бисер который не помещается уже туда то есть допустим вот 10 110 у меня там пол килограмма уже лежит в ячейке да а вот этот пакет уже не помещается это я уже кладу в отдельный ящик и этого видите много очень набрала он у меня в общем-то активные продажи расходится да и я что-то его вообще сильно перебрала вот этот вот как я говорила тоже 9070 перебрала его ну и вот это уже будет лежать и ждать когда у меня там закончится бисер и я уже буду докладывать его в свои ячейки бисер расходится молниеносно то есть уже я планирую вот с 10 числа после этих праздников уже делать очередную закупку очередной мыть и там буду так побольше делать ну и по возможности конечно буду вам и дальше показывать на канале не всегда просто у меня получается есть время возможность но стараюсь все с вами была олеся архивис кого интересуют живые карты бисера заходите на наш сайт еще раз вам напомню это у меня карта серийная и она сейчас на обновление это еще карта за 2018 год вот-вот выйдет уже нового типа серийная карта но если вас интересует по цветам там где бисер по цветовой палитре расформирован можете заказывать то есть сейчас мы принимаем заказы и вышиваем их но правда у нас стоит очередь то есть нужно ожидать так как это все ручная работа вручную вышивается вот вот так вот все до новых встреч с вами была олеся и пока пока